Мы много говорили о том, что в лечении профилактики рефлюксной болезни большую роль играет питание. А есть ли какой-то определенный стол, которого нужно придерживаться при этой болезни? На сегодняшний день вообще к диетам относятся очень осторожно. Если раньше были определенные первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, сейчас мы вообще пытаемся больше уходить от этих номеров столов. Но если исходить к тому, к чему мы больше, это будет первый стол. Это стол, который применяется при заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, при язвах. А какие продукты входят в этот стол? Щадящий для желудочно-кишечного тракта. Эта пища должна быть механической, термически щадящей. То есть она должна быть не горячая, не холодная. Она должна быть не острая, не кислая. Это не должен быть кусок мяса размером 10 на 10 сантиметров. Это чаще лучше фрикадельки. Это должно быть нежирное мясо, варное, отваренное, тушеное. Это кусочек рыбы нежирной, хектом, минтай отваренный. Это вареные яйца, это бананы, это какой-то бисквит легкий. Что нельзя есть при ГЭР? Все продукты, которые вызывают повышение кислотопродукцирующей функции желудка и которые расслабляют нижний пищеводный сфинк. Здесь мы исключаем всякие газированные напитки в виде кока-колы, энергетика, кофе, чай. Это соки, соки цитрусовые, ананасовые, которые кислые. Это жирные сорта мяса, жирные сорта рыбы. Это кислые продукты. Чаще это капуста, исключается из приема. Это горох, это бобовая, которая вызывает повышенное вздутие кишечника. Это виноград. Кисломолочные продукты в большом количестве, потому что они тоже усиливают закисление среды желудочно-кишечного тракта. То есть кефир, вяженка, творог надо либо вообще исключить, либо ограничить? Ограничить и принимать их только свежеприготовленные. Молоко можно? Молоко, да, можно при ГЭР, молоко в небольших количествах, молоко и даже, в общем-то, и сливки. С кислотой взаимодействует молоко и таким образом понижает кислотообразующую функцию желудка. А молоко можно и коровье, и козье? Да, да. Это не имеет разницы. Многие борются с симптомами рефлюксной болезни, особенно с изжогой, при помощи минеральной воды. Минеральная вода рекомендуется в период ремиссии, либо уже на процессе выздоровления, когда уже основные симптомы ушли. Потому что минеральная вода, вот первое время, когда мы принимаем минеральные воды, а при ГЭР это щелочные минеральные воды, это Боржоми, Поляна Квасова, она вначале облегчает ситуацию, но потом, когда вот всасываются вот эти соли, которые остаются на поверхности, если есть острое воспаление в желудке, да, они начинают раздражать и начинают повышенное выделение кислоты вызывать, раздражая слизистую оболочку. И таким образом провоцируют воспаление. То есть в остром периоде минеральные воды не рекомендуют. Что делать любителям чая? Чай не запрещен при ГЭР. Единственное, что он должен быть не горячим. Питься не после еды, а до еды желательно, либо выдерживаться интервал 2 часа после еды. Учитывая опыт приема зеленого чая больных, и особенно зеленого чая с медом, перенесла бы его на прием до еды, либо вообще исключилась приема, если он провоцирует рефлюкс желчный из 12-перстной кишки. Потому что мед, ну все мы знаем, и зеленый чай является хорошим желчеводным средством. И вот такой выброс желчи усиливает симптомы ГЭР. Можно ли принимать алкоголь при рефлюксной болезни? Ну, алкоголь действует расслабляюще на нижнем пищеводном сфинкере. Поэтому прием алкоголя, особенно в больших количествах, он вызывает расслабление нижнего пищеводного сфинкера и таким образом усиливает заброс из желудка пищевой. Некоторые больные ГЭР, боясь вызвать обострение заболевания, сводят к минимуму приема пищи. Можно ли голодать при этой болезни? Нет, голодать нежелательно. Наоборот, это должен быть дробный прием. Это должны быть небольшие порции. Мы больному должны рекомендовать кушать не менее 4 раз в день. А каким вообще должно быть примерное меню при ГЭР на один день? Утром это гречневая каша, например, с отварным кусочком мяса. Чай до еды выпитый, не после еды. Чай с сыром, с кусочком сыра нежирного. И гречневая каша с кусочком отварного мяса. Второй завтрак это банан, например, перекусить. Ну, ватрушка какая-то, да. В обед это, допустим, это суп с какой-то крупой, с теми же фрикадельками может быть суп. Ну, это отварной, такой диетический суп. Незначительный, не особо повышающий кислотообразующую функцию желудка. Не зажаренный желательно. На второй это могут быть пюре, например, с отварной рыбой. На ужин это может быть запеканка, там со сметанкой нежирная, чай с печеньем. Это лучше даже свежее створоженное молоко. То есть, если человек покупает утром молоко, бросает туда немножко черстого хлеба, и к вечеру оно скисляется, оно хорошее, оно не повышает кислотообразующую функцию.